привет давно не виделись всем привет как дышится здесь хорошо у нас произошли изменения перемены маленькие мы переехали из сельской местности в городскую переехали потому что в общем произошла ситуации ну да говорить многие подписчики нам написали договорили что там будет нашей квартире в которую мы переехали будет сильная влажность когда мы переехали была хорошая погода в принципе ну солнышко тепло постоянно были открыты окна и не чувствовалось ничего такого когда погода изменилась влюбление пошли постоянные дожди холод действительно стало в той квартире очень холодно и сыро сыро и в какой-то определенный момент мы почувствовали какой-то неприятный запах квартире дима начал все там переискивать отодвигать шкафы доставать разные тумбочки смотреть со всех сторон и искать искать клад я его нашел и к сожалению мы обнаружили плесень за шкафом вот и мы поняли откуда этот запах и в чем причина то есть ну это говорит о том что там действительно влажно там да где то есть места которые не просыхают хорошо допустим ну может летом это не ощущается а вот дело когда дело идет к осени к зиме там начинают расти и хорошо себя чувствовать грибок вот мы об этом сказали хозяйки сказали что вот мы нашли такую проблему проблему и еще мы ей еще в самом начале сказали когда сняли квартиру эту полуподвал или как один комментатор прокомментировал ряд катакомбы вот мы говорили что мы с ребенком а там как вы видели там большая площадь на полу плитки и мы как бы говорили что может быть холодно для ребенка она говорит ну мы будем по погоде смотреть если температура опустится то я включу газовый котел и будут работать батареи все будет нормально ну и мы об этом всем ей сказали и она говорит хорошо будем что-то думать хозяйка подумала подумала переспала ночь с этой мыслью а весь дом вы видели то есть это четыре этажа ну то есть три этажа и наш как бы полуподвальное это помещение вот это все сдается и на втором этаже ну или на третьем до получается если считать этот наш этаж тоже там должна была освободиться квартира 15 сентября мы договорились хозяйка что не мы договорились она предложила предложил перебраться второй этаж и сказал что там тепло там все будет хорошо там никаких запахов никакой плесени она нас пригласила в эту квартиру мы все вместе пошли посмотрели эту квартиру вот нам понравилось мы сказали что да действительно это совсем другое дело ну и так мы и решили 15 сентября да то есть нам надо было прожить еще какое-то время дождаться 15 сентября но через какое-то время да потом хозяйка перезвонила через пару дней сказала что не получится с нашим переездом на квартиру выше вот ну придумала там какие-то такие отговорки что квартиру которая будет между этими этажами сдаваться человек узнал что над ним будет жить маленький ребенок он сказал что он там жить не хочет и не будет разыгнует хотя та квартира по большому счету еще будет сдаваться месяца через два потому что там только закончили ремонт там нету не мебели не техники ничего и как бы я говорю хозяйки но если уже на то пошло то какая разница ребенок там над тобой или под тобой если он кричит он кричит и слышно это все равно на наш наш тишине кричит по ночам сладко себе спит вот ну то есть это были такие отговорки не как потому что она сказала или вы остаетесь внизу хотите живите в катакомбах не хотите уезжать потому что наверх как бы я вас но не пускаю с маленьким ребенком потому что вот это там другой человек квартира съемщик отказывается жить с ребенком в доме и пришлось нам понятное дело что в тех условиях внизу найдя эту плесень и ну как бы с маленьким ребенком жить не будешь вот даже при том что это хороший там за хорошую цену но относительно хорошую цену была квартира нам пришлось искать мы опять залезли в этот alx опять все кругом голова идет кругом опять эти объявления а мы уже так успокоились вот но пришлось искать по новой мы нашли вариант хороший в квартире на втором этаже уже это не частный дом с участком а эта квартира в новых домах хорошем очень новом районе квартиру и условия проживания мы вам покажем следующий раз этот пока что так в общих чертах рассказываем как как у нас какие события произошли с нами за это время вот потому что мы долго не появлялись и мы это еще был август месяц мы каждый день опять штудировали этот alx объявления квартиры нашли эту квартиру где мы сейчас живем созвонились хозяинами хозяева говорят мы будем просмотры делать с 7 сентября это где-то было первое число наверно вот но мы все-таки попросили чтобы нам показали эту квартиру как раз семья которая здесь жила это люди это хозяева они просто переехали в дом вот эту квартиру решили сдавать ну собственно они вывозили свои вещи вот мы посмотрели квартиру мы сразу же согласились они были очень удивлены что мы так сразу резко согласились вот ну и они попросили нас подождать еще потому что им нужно было забрать вещи и там привести в порядок и освежить и освежить вот поэтому мы въехали только в эту квартиру 20 20 или 21 числа пока опять пока там вещи собрали пока перевезли сюда в общем такие были занимались переездами новым переездом последний месяц кто-то переезжает излюблено в варшаву кто-то еще откуда-то куда-то а мы излюблено влюблен ничего страшного вот такой наконец-то да мы нашли уже эту квартиру которая ну действительно нам очень нравится мы бы с удовольствием там ходили семьялись надо спросить у хозяев можно не продают ну то есть нам если были деньги нравится хороший очень район все эти новые дома детская площадка машина если захотите мы вам потом снимем этот район с теми домами мы вот где мы когда гуляем но такое впечатление как будто в каком-то курортном городе то есть вот эти вот максимум дай максимум четырехэтажные дома вот очень красивые там каждый со своим каким-то особенным дизайном везде эти зеленые газончики ну ну классно в общем квартира двухкомнатная получается одна комната самостоятельная и большой зал с таким кухонным аннексом площадь где-то около 50 метров большой балкон 2 балкона мы вам покажем мы все покажем да вот такие новости оставайтесь оставайтесь с нами подписывайтесь желаем ся скоро что-то новенькая до новых встреч в эфире пока